добрый день дорогие друзья уважаемые подписчики и гости моего канала с вами снова я татьяна на канале розовое хобби если мы хотим чтобы у нас виола зацвела в этом году мы должны посеять ее уже в феврале но у этого способа есть недостаток на будущий год цветы будут помельче чтобы этого избежать можно повторить посев в июне месяце вот эти два сорта у меня новые я их купила только в этом году а вот эти три это прошлогодние цветы они у меня уже растут в саду но хочется чтобы их было побольше поэтому я решила их досадить еще поэтому семена пришлось выдержать в стимуляторе рост семена павиолы не мелкие их легко можно будет разложить или зубочисткой или другой деревянной палочкой на грунт предварительные семена замачивала стимулятором роста потом высушила и положила на грунт сейчас я покажу как я это делаю на грунте я делаю бороздки глубиной 2-3 миллиметра в которые буду насыпать семена между бороздками должно быть расстояние как минимум 3 а лучше 5 сантиметров для того чтобы сеянцы когда они взойдут не мешали друг другу и освещение хватило всем семена высохли их можно начать высевать можно просто брать руками и просыпать в бороздки и я вот так просто высеваю их этим бороздком которые мы сделали я разложил наши семена в бороздки и теперь ничем их сначала не присыпаю опрыскаю из пульверизатора никакими другими лейками чем-то еще глубоко поливать не нужно иначе семена уйдут глубоко землю а нам этого не надо и мы просто сверху потом присыпем или речным песком или вермикулитом у меня есть вермикулит я им и присыплю поверхность и и вторую бороздку меняют 2 в этой емкости этого вполне достаточно чтобы прикрыть семена и теперь сверху мы еще раз чуть-чуть их опрыснем увлажнить вермикулит все наша задача теперь только покрыть это пленочкой чтобы влага сохранялась конечно как всегда будем проверять и снимать пленочку 1 а лучше даже два раза в день смотреть что у нас происходит не должно быть не сильно пересохший не сильно увлажненной почвы иначе семена могут загнить пленочка я закрыла нашу емкость и сделаю несколько отверстий зубочисткой сейчас я посажу все остальные свои виолы и покажу дальше что я с ними делаю посев всех пяти сортов виолы я завершила закрыла пленочкой сделала отверстия не забудьте что внизу каждого судочка должны быть отверстия для дыхания растений для поступления воздуха обязательно подписать все чтобы понимать и помнить какие сорта у нас где растут сейчас я поставлю эти лоточки все на теплое место не обязательно на свет но достаточно теплая 22-24 градуса до появления всходов но мы при этом обязательно каждый день открываем смотрим чтобы не было влаги сильной на пленочке иначе могут наши сеянцы загнить так что вот эта процедура тоже обязательно ежедневно просматривать наши посевы дорогие друзья интересно узнать каким образом вы выращиваете виолу напишите об этом успехов всем выращивание цветов до свидания до скорых встреч удачи